Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, я ее начинаю с вопроса. Вопрос такой, актуальненький. Скажите, как вы думаете, дело Голунова – это реальность или оно фальсифицировано? И три варианта ответа. Да, это абсолютно обычное, нормальное мероприятие – арест наркодилера. Вариант два. Нет, это провокация, устроенная силовиками-патриотами. Нет, это вариант два. 8495-134-2736. Вариант один. 8495-134-2735. И, наконец, вариант третий. Это провокация, но организованная силовиками-либералами. 8495-134-2737. Еще раз повторяю. 134-21-35 – дело чистое. 134-21-36 – организовано, спровоцировано патриотами. И 134-27-37 – спровоцировано либералами. Вот, соответственно, у нас три варианта. И сейчас посмотрим, что думает народ. Потому что тема эта достаточно актуальна. А я пока несколько слов скажу о прошедшем Санкт-Петербургском экономическом форуме. Вообще нужно отметить, что форум этот представляет из себя мероприятие достаточно специфическое. Дело в том, что это мероприятие, на котором привлекают иностранных инвесторов. В полном соответствии с логикой Гайдара. О том, что инвестиции в российскую экономику могут быть только иностранными. По этой причине это форум, который всегда организовывали либералы. По этой причине, к слову сказать, я на нем ни разу не был. Поэтому мне сложно сказать что-либо про то, что там происходит в Куларах. Можно только говорить о том, что есть в интернете. Поскольку телевизор я не смотрю. Так вот, на меня произвело очень сильное впечатление выступление Путина, в котором он сказал несколько слов, которые являются глубоко символическими. Во-первых, он сказал о том, что современная долларовая система подошла к концу, потому что она не может больше решать те проблемы, которые, соответственно, накопились. А второе, он сказал про то, что нужно создавать новую систему вне рамок бреттенвудских подходов. Я, разумеется, говорю своими словами, потому что искать цитаты долго. Кроме того, он сказал о проблемах России и Соединенных Штатов Америки. Но тут есть варианты трактовки, потому что Соединенные Штаты Америки имеются в виду какие? Либеральные или трамповские? Это разный совершенно масштаб. Значит, я вернусь к вопросу. Дело Голунова. Вы считаете, что это дело чистое? Считаете, что это дело спровоцировано силовиками-патриотами? 8495-134-27-36. Или же вы считаете, что оно спровоцировано силовиками-либералами? 8495-134-21-37. Значит, выступление Путина было чрезвычайно интересным. И потому, что он прямо сказал про проблемы долларовой системы. Хотя эта тема уже всплывала, но столь явно это было сказано в первый раз. И самое главное, он произнес слова про Бреттенвудскую систему. Систему дело в том, что либеральный дискурс запрещает упоминать этот термин в настоящем времени. В соответствии с либеральными концепциями, Бреттенвудская система была принята в 1944 году и отменена 15 августа 1971 года, когда Соединенные Штаты Америки устами тогдашнего президента Никсона объявили дефолт, отказавшись от золотого содержания доллара. И тем самым привязка доллара к золоту была отменена. Это, конечно, бред тяжелый, потому что суть Бреттенвудской системы совершенно не в привязке доллара к золоту, а прежде всего в модели, при которой инвестиционный процесс осуществляется долларами. И, соответственно, все остальные валюты так или иначе осмыслены только потому, что они привязаны к доллару. Я напомню, что устав МВФ запрещает странам заниматься эмиссией валют, иначе как в масштабах наличия у них золотовалютных резервов. Поскольку золото фактически было ликвидировано, все 2000-е годы золото Центробанки продавали, то остаются, значит, доллары. И я напомню, что МВФ, как и Мировой банк, и ВТО, которое до 1991 года называлось ГАТТ, Генеральное соглашение по тарифам и торговле, это Бреттенвудские институты, созданные решением Бреттенвудской конференции. Конечно же, Бреттенвудская система никуда не делась, но говорить об этом вслух либералы не любят. Почему? Ну, как я уже много раз говорил, если демократия — это власть демократов, то либерализм — это власть финансистов. А финансисты знают точно, что на всех, на всех хозяйствующих субъектов в мире наложен Бреттенвудский налог, который из себя представляет стоимость кредита, которую этот субъект может получить. Так вот, чем дальше он от ФРС, тем больше этот процент, тем выше этот налог. И, соответственно, поскольку упоминать об этом налоги финансисты не любят, они стараются не будировать тему Бреттенвудских соглашений, что там на самом деле было. И по этой причине то, что Путин назвал в явном виде Бреттенвудскую систему, а тем более в присутствии руководителей Китая, а тем более вместе с некоторой критикой Соединенных Штатов Америки, это вызов. Это реально вызов. Значит, я заканчиваю голосование. Что же у нас получается? Что только 17% считают, что дело чистое. Ну, собственно, после того, как появились фотографии, которые потом были дезавуированы, в общем, есть для этого основания. 49% считают, что это организовали силовики-патриоты. И 34% считают, что это организовали силовики-либералы. Значит, ну вот теперь давайте смотреть. Зачем силовикам-патриотам устраивать вот такое мероприятие не просто в день, а практически параллельно с главным выступлением Путина. Для чего это им было нужно? Кто-то скажет, они это устраивают каждый день, и соответственно, тогда объясните мне, почему столь мощный накат во всех СМИ либерального толка начался именно по поводу этого дела. У нас что, нет других пострадавших? Я вот в интернете регулярно нахожу разные истории. Там у родителей отобрали детей в рамках ювенальной юстиции абсолютно беззаконно, но либеральная пресса молчит. Там, соответственно, видный соратник Чубайса рейдерским захватом отобрал бизнес у честного человека. Либеральные СМИ молчат. И вот именно вот сейчас, именно, соответственно, параллельно с базовым, с главным выступлением Путина организуется вот такая вот штука. Вы хотите сказать, что это случайное совпадение, как говаривал Станиславский своим друзьям Немировичу? И Данченко не верю. Кроме того, мы не забудем, что происходило много разных историй такого типа. Соединенные Штаты Америки, вообще, либеральные команды очень не любят, чтобы у кого-то, у другого получалось что-то красиво. Именно поэтому, когда Пекин устроил потрясающее открытие своей Олимпиады 8 августа 2008 года, именно в этот день Грузия начала агрессию в Южной Осетии. В реальности напала на российских миротворцев. Это вы тоже скажете случайность. То есть, Саакашвили случайно выбирая день атаки выбрал именно тот день и то время, когда в Пекине открывалась Олимпиада. Сделано это было с одной единственной целью, чтобы народ смотрел информацию из Грузии и не смотрел замечательное шоу из Пекина. Я напомню, что когда было не менее замечательное открытие Олимпиады в Сочи, то большая часть западных телеканалов, сославшись на разные обстоятельства, вообще это не показывала. Вопрос. Не есть ли здесь вся эта история результатом воздействия неких сил, заинтересованных в том, чтобы не слишком большое внимание обратили как на Санкт-Петербургский форум вообще, так и на конкретное выступление Путина. И если эти силы ставили такую цель, то, может быть, они и организовали провокацию с арестом журналистов, которым, так сказать, белые нитки торчат, ну, просто из всех углов. Ну, то есть, вот, ну, настолько это лезет в глаза. Более того, на самом деле, когда я это услышал одновременно с выступлением Путина, я на самом деле испугался. И вот почему. Дело в том, что правильная позиция, правильная схема западная, она предполагает, что должна быть сакральная жертва. В 68-м году был Ян Палах, в январе 91-го были убиты граждане Вильнюса, в 14-м году были убиты, обманутые украинцы, которые пытались майданить и, собственно, их и убили для того, чтобы этот самый майдан завершился успехом. Их же соратники уже сегодня это, как бы, общеизвестно. И у меня было ощущение, что с точки зрения сценария журналист не должен был выйти живым. То есть, с ним должно было что-то произойти. Он должен был удариться головой или еще чего-то. Ну, собственно, такая же история, как с Магнитским. Должна была быть сакральная жертва. И я считаю, что то, что ее не произошло и парень вышел живым и даже, видимо, достаточно здоровым, это как раз и есть влияние администрации президента, которая вовремя очнулась от своей обычной литаргии. Что само по себе удивительно. Конечно же, поскольку она должна была посмотреть исключительно в Петербург. Но вот слишком много, да, слишком много совпадений. Не бывает такого количества совпадений. Понимаете, я вот в этом смысле человек очень скептически относящийся к разного рода историям. Я знаю, что бывают совершенно неожиданные совпадения, совершенно неожиданные результаты, но тем не менее в данном случае совпадений слишком много. И у меня, да, мы не забудем, что эта операция могла и не получиться. И по этой причине на подстраховке были еще две операции, два убийства, значимых с точки зрения ну как бы русского и советского менталитета людей этническими группами, разными. То есть такое было впечатление, что если бы вот эта история с журналистом бы по каким-то причинам не прошла, то были на подстраховке еще две истории. к слову сказать, мне вот пишут, у меня же блоги, у меня сайт, и мне пишут люди, и в том числе они пишут, что на форумах крупных либеральных СМИ, когда делается попытка обратить внимание на такие вот неожиданные совпадения, это вызывает довольно специфическую реакцию. Буквально через две-три минуты соответствующие сообщения удаляются. То есть иными словами имеет место четкая совершенно накрутка. В общем, картинка выглядит достаточно мрачно. Я рассказывал еще год тому назад, что, скорее всего, либеральная команда начала антипутинский, организовала антипутинский комплот, заговор, и что координируется этот заговор снаружи. Я не исключаю, что то, что произошло, это вот начало этого заговора, потому что частично он был обезврежен, это совершенно четко, это просто видно было, что он готовился, грубо говоря, к марту месяцу, но сейчас началась новая атака. Понятно, что будет базовыми моментами. Базовыми моментами будет резкое повышение цен к концу лета, дополненное выборами, в том числе в Санкт-Петербурге и в Московскую городскую Думу, то есть в двух столицах. К этому нужно добавить, что у правительства, у либерального правительства, которое несло на этом самом форуме совершенно невероятную пургу и про предстоящий экономический рост, еще про что-то не говорят, про то, что они разругались там совершенно намертво, по банальной совершенно причине, потому что каждый из них понимает, что с кого-то рано или поздно начнут наказывать, а каждый из них, с учетом тех денег, которые он получает, ничего не делая на своем посту, хотел бы продержаться еще хотя бы два-три месяца. Так вот, у них в руках есть несколько потрясающих совершенных инструментов. Ну, например, они могут отпустить цены на нефть. Ну, вот, вот просто раз и отпускают. Цены на нефть подскакивают на 20-30%, что автоматически ведет к резкому росту всех цен, потому что у нас логистика достаточно большую составляет долю в цене товаров народного употребления. И что мы видим? Люди приходят после отпусков, им и так, может быть, есть нечего, а тут нужно детей собирать в школу. Вы не забудьте, что буквально неделю тому назад какой-то из ритейлеров начал выдавать еду в долг. То есть уже у людей не хватает денег на еду, что они ее вынуждены покупать в долг до получки. это в общем сильно. И поэтому, да, ну и при этом мы не забудем, что выступление Путина все-таки означает, что, судя по всему, окончательное решение по разрушению долларовой системы принято. Ну, в конце концов, иначе бы это не происходило на глазах УСИ. при этом Трамп за неделю сказал о том, что наконец-то теперь он может нормализовать отношения с Путиным. Ну, с Россией. После окончания работы комиссии Мюллера. Пошли даже слухи, ну, к ним я отношусь достаточно скептически, но тем не менее, о том, что будет обмен Венесуэлы на Украину или еще что-нибудь в этом роде. Мне сложно что-либо сказать по этому поводу. Пошли слухи о резкой нормализации наших отношений с Японией, что тоже естественно, потому что если мировая долларовая система разрушается, то Японии нужны внешние рынки. И мы тут оптимальны совершенно для этого страны. Ну, собственно, весь Евразийский Союз и так далее и тому подобное. Совершенно очевидно, что темп событий, изменений в экономической сфере резко ускорился. Это абсолютно объективная причина, которую просто это видно невооруженным глазом. И в этой ситуации я не исключаю, что либералы начали свой последний бой. А куда им деваться? Кому они нужны? Единственное, что они делали, ну, раньше они обеспечивали кредиты МВФ, а сегодня они обеспечивают так называемые иностранные инвестиции. Но если долларовая система распадается, откуда инвестиции? из Китая, ну уж могу вас уверить, не либералы с Китаем будут договариваться. Они вообще не нужны. А если они не нужны, почему тогда им дают такие полномочия, как контроль за валютными курсами, контроль за ценами, возможность дестабилизировать ситуацию в стране? Это реально опасность. У значительной части населения нету возможности, просто физической возможности выжить, если цены поднимутся еще на 20%. А вы что думаете, что спекулянты, которые контролируются во многом либералами, не поднимут цены на нефть? И дело тут даже не в крупных компаниях, те могут попытаться и контролировать ситуацию, но по дороге очень много разных точек. А кроме того, налоги можно поднять, причем даже не нужно для этого принимать новые законы, потому что можно изменить схему администрирования налогов, при котором де-факто они вырастут, в результате вырастут цены. Ну и так далее и тому подобное. Много можно на эту тему говорить, и по этой причине я хочу еще раз, после того, как я это все объяснил, задать вопрос слушателям. Теперь, когда, соответственно, мы обсудили произошедшее, кто считает, что дело Голунова было чистым, звоните 8495-134-21-35. Кто считает, что это провокация силовиков патриотов 8495-134-21-36. И те, кто считает, что это провокация силовиков либералов 8495-134-21-37. Мне это реально очень интересно, потому что иллюзий разного рода в нашей стране очень много, и не все могут реально понять, что происходит. Собственно, я своей целью ставил как раз объяснить слушателям реальную логику событий. Я вовсе не считаю, что у нас там идеальные правоохранительные органы или что у нас скажем, есть судебная система. С моей точки зрения ее нет. То есть вот результат ее деятельности мне кажется откровенно негативный. Более того, я в своей личной, своем личном опыте общения с российским судом не встречал случаев вынесения более-менее адекватного и законного приговора. То есть один раз у меня даже возникло ощущение, что судья не умеет читать. Ну, потому что ему был дан текст указа президента, прямо противоречащий решению, которое потом было вынесено. Ну, и так далее. Но это вовсе не значит, что я должен закрывать глаза на то, что в нашей стране есть разные силы, и они, каждый из них действует в своих интересах. И то, что какие-то из этих сил говорят, что они хотят свободы и демократии, это вовсе не значит, что они реально в этом направлении действуют. Перерыв на новости. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Смотрим на результаты голосования. 10% всего вместо 17% после наших разговоров считают, что это чистое дело. 38% считают, что это организовали силовики и патриоты, что на 11% меньше, чем было в начале, и, соответственно, 51% больше половины считают, что это организовали либералы, а было 34%. Ну, по крайней мере, я рад, что мои аргументы оказались востребованы. Ну, а теперь мы начинаем, собственно, отвечать. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил, это Максим. Да. Мне кажется, что вы, как умный человек, попадаете в некую западню. Дело в том, что по поводу Глунова и Путина, я считаю, что дилетанты, понимаете? Сейчас все стало хуже. Сейчас умных нет, в полицию умные не идут. Да, они, конечно, Путина нагадили, но я считаю, что это произвол, произвол глупых людей. А вы, а вы какую-то теорию длинную для них делаете. Вы знаете, они даже вас не поймут, понимаете? Ну, они, может, и не поймут, но вот мой опыт показывает, что таких совпадений не бывает. Вы еще скажите... Михаил, мы живем, вот послушайте, мы живем в нашей стране, все хуже. Да, мы живем в нашей стране, да, да, совершенно верно. Если бы речь шла о каком-то разгильдействе, да, но когда речь идет о специально организованной, так, чтобы, еще раз повторяю, торчали белые нитки подставе, тут уж, извините, не поверю. Здравствуйте, слушаю вас. Михаил, Виктор Михайлович из Домодедова. Можно на другую немножко тему о Трампе? Ну, давайте. А что о Трампе? Вот, смотрите, Трамп затеял конфронтацию на очень многих фронтах при большом внутреннем долге. Это о чем свидетельствует? О том, что он сам не смог перерасти свой имидж предпринимателя, а деградация его окружения, или же о планах на ближайшие выборы? Вы знаете, имеются объективные обстоятельства, в рамках которых действует любой политик. Мы уж не будем говорить про уровень конфронтации, в рамках которого действовал Трамп и действует. Он просто запределенный. Такого в Соединенных Штатах Америки никогда не было. К слову сказать, арест Манафорта и его осуждение, некоторые другие вещи, выходят за пределы той нормы, которая всегда была в американских элитах. То есть, так делают все, и все знают, что так все делают. И по этой причине то, что его посадили, я имею в виду Манафорта, это грубое нарушение внутренних правил. Именно по этой причине Трамп сегодня имеет полное право посадить Хиллари Клинтон. И я думаю, что наши украинские друзья дадут ему для этого повод. Так что, в общем, я считаю, что то, что делает Трамп, показывает, что он абсолютно выдающийся совершенно политик. Поскольку в той системе объективных обстоятельств и субъективных процессов, которые происходят, он может быть действует оптимальным образом. Да, разумеется, он делает ошибки, но их нельзя не сделать, потому что он все время идет по минному полю. Так что, мне кажется, что тут вы не совсем правы. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Вот невозможно было проголосовать. Я с телефона звоню, голосование не шло, на английском языке, они там что-то вормочут, но голос, что вы... Так что голосование ваше что-то... Нет, может быть, это означает, может быть, это означает, что перегружен номер, я просто не знаю. Ну, в общем, я не проголосовала. Понятно. Спасибо. Да, мне тут пишут, что не принимаются. Так что голосование можно... Что-то там либералы шуруют. Хорошо. Будем считать, что либералы подкрались и, соответственно, не дают голосовать против них. Да, как полагается. А вот еще одна вещь у Голунова. А может быть, такой вот, что это вот основной заработок у Голунова это распространение наркотиков, а вот прикрытие это работа журналистов. Вы знаете, тут есть несколько тонкостей. Дело в том, что если у человека заработок распространения наркотиков, то можно было бы всю операцию сделать чрезвычайно грамотной и чрезвычайно качественной. вот это можно было бы сделать. И не надо мне говорить, что квалификация потеряна настолько, что этого уже никто не может. Размещать фальсифицированные фотографии уж точно не стоил. Если люди всерьез, все же прекрасно понимают, что арест журналиста в нашей стране это всегда точка, вокруг которой может быть скандал. Это же не какой-нибудь там рядовой обыватель. Поэтому я склонен считать, что что-то тут не совсем чисто в этом смысле. Ну и потом опять такие арестовывать журналистов в день выступления Путина есть у меня тут по этому поводу. Так что вот так вот. Тут вот мне пишут осторожно, у нас нет этнической преступности. Я что-то говорил про этническую преступность, я говорил про этнические группы. Групп у нас тоже нет. У нас люди нерусской национальности, им запрещено собираться больше, чем вдвоем. Вы все-таки так аккуратней. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Андрей, Москва. Да. Я бы хотел сказать предыдущей патриотке, что Голунов очень известный журналист, у него куча интересных расследований, он получил кучу профессиональных премий. Все-таки у него журналисты это основная деятельность. Вы знаете, тут есть одна тонкость. Дело в том, что еще одна причина, по которой я считаю, что может быть тут дело не очень чисто, вот почему. Дело в том, что Голунов никогда не был замечен в профессиональных либеральных компаниях. Да. И это, скорее всего, говорит о том, что он больше занимается делом. Да. Да. Вот это я хотел сказать. Я просто хотел сказать, что вот как бы правильно я понял вашу мысль, что вот то, что арестовали Голунова, это атака на Путина, да? Да. 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 И вот убийство Магнитского тоже атака на Путина. Убийство Магнитского дело очень тонкое. Дело в том, что существует серьезный, это, конечно, не атака на Путина, потому что, когда Магнитского держали в тюрьме, а у меня имеется информация, что люди, которые, соответственно, этим занимались, это как раз были сторонники известного мошенника, на которого, собственно, Магнитский и работал. Браудер. Браудер, да. И, собственно, убийство Магнитского, смерть Магнитского, она во многом была вызвана тем обстоятельством, что она была очень нужна Браудеру для того, чтобы отмазаться от, ну, очевидных, совершенно грубых финансовых нарушений. это Лурье утверждал, который якобы сидел там в тюрьме. Нет, просто так получается, что наши тюремщики, там все эти менты, все чекисты, они подчиняются как бы американцам. Нет. Выходит так вот. Нет, абсолютно. Дело в том, что в 90-е годы и до середины 2000-х годов фактически все назначения в спецслужбах осуществлялись либеральной и семейной командами. Ну, собственно, назначение всех генералов, например, покурировал Волошин. Там, условно говоря, с 99-го по 2003-й год. То есть все для того, чтобы получить генеральское звание, нужно было, чтобы Волошин поставил свою визу окончательную на проекте указа. И по этой причине очень большое количество генералов спецслужбистских и более, так сказать, нижних, это люди, которые очень тесно связаны с либеральной командой. Плюс к этому рейдерские захваты, приватизация, там совершенно колоссальные финансовые потоки и совершенно очевидно, что существует довольно много силовиков, которые на этих потоках сидят. То есть они не на США работают, они работают на либеральную команду, которая согласовывает свои интересы с международными финансистами, у которых сегодня, к слову сказать, с Трампом очень плохие отношения. Вот такая картина. Я понял, у меня просто она в голове пока не умещается. Ну, честное слово. Хотя вот то же самое примерно Маркл говоришь, какая-то начинается какая-то такая, вот что это так... Ну, мне сложно сказать, я давно не слышал Маркова, но все дело в том, что атака на Путина связана с чрезвычайно простой вещью. Дело в том, что экономическая политика в мире находится в одних странах еще там 10 лет тому назад она находилась под контролем либералов практически во всех странах. Даже в Китае, где был Ху Цзин Тау тесно связанный с вот этой вот международной командой финансистов. А дальше они стали терять. В Китае пришел Си, в Соединенных Штатах Америки пришел Трамп, а единственный фактически регион, который они полностью контролируют на сегодня, это Евросоюз. Ну, и там начинаются свои проблемы. То есть, на самом деле, то, что они так вот отчаянно у нас начинают драться, это из-за того, что у них уже практически не осталось точек, где бы они могли держаться. Ну, и они пока контролируют долларовую систему. И если Трампу получится взять под контроль ФРС, а это близко, ну, похоже, он может, он сможет этого добиться после выборов в ноябре 2020 года, будет очень интересная ситуация в мире. Здравствуйте, слушаю вас. Да, Михаил, вот вы знаете, для меня самое больное, как бы, в том смысле, допустим, вот либеральный журналист, допустим, вопрос задавайте. Вот почему, допустим, такая избирательность? Вот народный журналист, Юрий Мухин, допустим, сидит, никому дел нет, или там груди нет. Ну, если мы начнем сейчас смотреть, за кого не выступают либеральные журналисты, то это им легион. Но вы поймите, что это как раз один из факторов. Вот почему-то они никого не защищают, а вот тут неожиданно защищают. Я про это сказал в самом начале. Вы когда-нибудь слышали, чтобы либеральные журналисты также агрессивно начали наезжать на российскую ювенальную юстицию, которая отбирает детей в нормальных семьях. Я, например, не видел такого. В интернете, да, встречаются, говорят, вот спасите, помогите, а какие-нибудь там ведомости, коммерсанты или другая желтая пресса молчат, как рыбки. Здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте, Михаил Леонидович Вайс. Я по поводу событий в Молдове. Не кажется ли вам, что наши западные партнеры, заменив своего американского посла в этой стране в прошлом году буквально перед Новым годом, сейчас там Дерек Хоган, который отличается агрессивностью в плане не только евразийского континента, хотя и знает русский язык, но и постсоветского пространства. Не кажется ли вам, что на примере Игоря Дадона, который ручкался с президентом Путиным и с Москвой заигрывал, как и на примере Саркази Берлускони, которые утопают и по сей день в уголовных делах, как и Эрдогана, Мадора и Януковича, на этих примерах хотят показать, если не всему миру, то постсоветскому пространству, что с Москвой дружить не стоит, и это нерентабельно, непрестижно и опасно для жизни. Ну, хотят, конечно, что, собственно, очевидно совершенно. Другое дело, что уже не получится ничего. Я уже говорил о том, что вот сколько я езжу по миру, рейтинг России непрерывно растет. Причем очень сильно, очень быстро, и как бы это очень видно невооруженным глазом. Даже в странах Восточной Европы, в Польше, например. То есть ситуация за последние 10 лет изменилась разительно. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Михаил Сергеевич. Но я, насколько вас понял, вы предполагаете, что провокации с журналистом организованы, чтобы меньше обращали внимание на слова Путина. Ну, в том числе, да. Скажите, а вы всерьез думаете, что у нас в обществе кто-то уже много обращает на слова Путина? Ведь они расходятся с делами. Он говорит одно, а делает в стране, внутри страны другое. Возьмите... Ну, действительно, такая проблема имеет место. И действительно, с точки зрения рядового гражданина, далеко не всегда политика президента отвечает интересам общества. Я считаю, что одной из самых серьезных политических ошибок Путина было подписание пенсионной реформы. И она это очень сильно ударило по его рейтингу, по его авторитету. И что самое неприятное, он склеился с соправительством, антинародная сущность которого абсолютно ясна всем вообще, кому только можно. Но, понимаете, тут есть одна тонкость. Дело в том, что я не могу оценивать политику Путина, исходя из того, насколько много вещей, которыми руководствуется Путин, принимая те или иные решения, он оценивает. Вот я совершенно четко понимаю, что, например, еще не так давно увольнять Набиулина было нельзя, потому что это принесло бы совершенно колоссальные негативные негативные последствия для российской экономики. Сегодня, может быть, уже можно, исходя из тех договоренностей, которые, например, могут возникнуть между Путиным, Трампом и Си. Я обращаю ваше внимание, впервые с 1939 года получилось сделать то, что получилось у Сталина, а именно два основных игрока в мире сегодня, Китай и США, столкнулись и воюют, а мы как бы ни при чем. Вот с 1939 года мы все время были при чем и лично, соответственно, своей кровью отбивались. А теперь, как там сказал Путин, как сидит обезьянка и смотрит, как они там внизу два тигра борются. Впервые. Понимаете, можно, конечно, сказать Путину опять повезло. Раз повезло, два повезло. Да, пока его активность позитивная на внешней арене сильно превышает его позитивную активность на внутренней. Да, у людей очень много к нему претензий. Но как человек, который немножко понимает, как все устроено, я понимаю, что далеко не всегда те вещи, которые он, может быть, и хотел, он бы мог сделать. А вот факторы, которые влияют, к сожалению, ну тут, а может, к счастью, что мы их не все знаем. Но тем не менее, как вот, судя по последней речи, процессы идут. Мы посмотрим, что будет дальше. Я все-таки надеюсь на то, что позитивные изменения произойдут. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. 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 Алло, алло. Да, я слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста, сейчас намечается прямая линия там. Зовут вас как? Да, меня Игорь. Да, слушаю. Из Москвы. С президентом. Намечается, да. Трескотня началась там все. Ну, трескотня, естественно, что вы хотите. Работа у них так же. Там двадцать какая-то. Да. И все одно и то же. Вот. Ничего не меняется. Вы знаете, я очень хорошо помню Леонида Ильича Брежнева. Вот Никита Сергеевича Хрущеву я не помню. А Леонида Ильича Брежнева я помню хорошо. И как у всех была мысль, да, как было бы хорошо, если бы у нас был начальником человек, про которого можно было бы из его слов понять, что он адекватен. Да, конечно, у нас идиотская совершенно ситуация. Путин используется как такой, как бы, антикризисный менеджер, типа, Владимир Владимирович, а почините у нас водопровод. Это, конечно, бред. И это говорит о том, что система управления полностью порушена. Во времена Леонида Ильича Брежнева такого безобразия не было. И все худо-бедно работало. И, что самое главное, можно было обратиться, ну, фактически, по месту. Хотя и тут были свои проблемы, свои отписки и так далее, и так далее. Но вот одна тонкость есть. Из выступлений Путина совершенно четко видно, что он адекватен с ситуацией. И я вообще склонен считать, что вся эта линия устроена не для того, чтобы народ мог лично Путину пожаловаться, а для того, чтобы Путин мог посмотреть, а что говорят люди. Да, разумеется, эта ситуация контролируется, как всегда, далеко не каждому удастся позвонить, но тем не менее. Поэтому, ну, вот, ну, это некий жанр. И хорошо, что он есть. Поэтому, ну, вовсе не следует считать, что это там, какое-то панацея от всех бед или вещь принципиально важная. Я считаю, что само по себе наличие вот такого явления, как вот беседа Путина, она полезная для всех. и для Путина, и для нас. Другое дело, что не следует преувеличивать ее значение. Здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро. Да. Леонидович, это Андрей вас беспокоит. Вот как раз дозвонил Владимир Владимирович, сказал уже второй год, новые автобусы, которые предусмотрены с работы кондиционер городские, они возят это людей, как в парнике, там, под 40 градусов температура накаливает, сокна большие, и никто ничего не может сделать. И в министерство звонили местные власти. Все отнекивают, не наши, это компетенция. Значит, только президент может это решить. Мне так кажется. Ну да, это специфика современной российской системы управления после 91-го года. Если нигде не написано, что за это отвечает Вася Пупкин, то за это не отвечает никто. Во времена СССР все было проще. Вызывался соответствующий начальник райком партии или обком партии, говорилось, почему у тебя такое безобразие? За три дня реши вопрос. А сегодня, во-первых, вызывать некуда, а во-вторых, он говорит, ребят, а что вы ко мне пристали? Вот мои должностные обязанности. Где-нибудь написано, что я отвечаю за кондиционер в автобусах. Нет, ну пускай отвечают те, у кого это написано. Так что это специфика либерального подхода. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, алло. Да. Василий, вы знаете, что вот вы защищаете Путина. Саби отдал, что звериный раскал капитализма, понимаете, из мракобесия, распяли Русь великую. Можете не выключать меня, алло? Нет, не могу. А дело в том, что, понимаете, по поводу звериного раскала капитализма нам всем, я учился в советской школе объясняли очень долго, слишком долго, и все к этому стали относиться несерьезно. Вот сегодня мы с этим звериным оскалом столкнулись. Теоретически результат мы знаем. 90% населения хотят Сталина. То есть, иными словами, хотят жесткой дисциплины и социализма. это не так-то плохо. То есть, мы за, сколько там прошло, за 27 лет убедились, что советские учебники и отдел пропаганды ЦК КПСС говорили нам правду. Ну, хорошо, ну, замечательно, но вместе с тем, людей, которые бы реально хотели построить у нас обратно социализм, не так много. То есть, все говорят о том, что нужен левый поворот, но при этом социализма на самом деле не так уж много народу хотят. Ну, я просто вот вижу, да, потому что, причем, что молодежь, что люди постарше. Видимо, что-то там было не так. Ну, вот сейчас у меня книжка выйдет, я там эту тему постаршею, постараюсь более подробно разобрать. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что должен быть возрастной ценз для госслужа в судне столицы с пиратами под 80 и заводами вы? Вы знаете, это вещи разные, да, вот у меня есть один мой знакомый, который работает до сих пор, ему 81 год, и его, соответственно, он все время рвется уйти на пенсию, его не пускают. Почему? Дело в том, что он довольно долго проработал в ЦК КПСС, и людей его квалификации просто нету. Ну, вот просто нету, и все. И что делать? Вот, если мы посмотрим на там нынешние министерства, то я могу вам сказать, что я бы в бытность свою начальником департамента министерства экономики, 90% нынешних начальников департамента не взял бы и там заместителями начальниками отделов. У них не та квалификация. По этой причине, если человек адекватно может работать, он должен работать, сколько бы ему не было лет. Я знаю очень эффективно работающих людей, которым за 90%. А вместе с тем я знаю тем, которым 30 лет и которые органически не способны никакой созидательной деятельности. Так что дело не в возрасте, а в желании и возможности работать. В общем, это очень индивидуальная вещь. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.